Чьи возможности безграничнее? Этот вопрос выясняли лучшие атлеты российского функционального многоборья. В Москве прошел гран-при фит лиги «Гераклион». Вместе с профессиональными атлетами себя испытал и наш корреспондент Виталий Сиротинин. Спортсмены, которые занимаются функциональным многоборьем, это универсальные атлеты. Они могут бежать в марафонские дистанции и поднимать тяжеленные штанги и гантели. Сейчас ты должен сделать самый простой комплекс. Десять рывков гантели, десять бёрпи и километр гребля. 30 килограммов? 30 килограммов. Уважаемые судьи, займите свои позиции. То, что для меня серьезная задача для опытных участников соревнований по функциональному многоборью, лишь разминка. И так целый километр. Сначала квалификация значит и самое легкое задание. В трех раундах выполнить по 10 рывков гантели, по 15 выпрыгиваний из упора лежа и по 40 двойных прыжков на скакалке. Борьба ведется на выбывание. Менее успешные участники переходят в фанатский сектор и поддерживают тех, кому уступили. Десять мужчин и четыре девушки сразились в Москве на гран-при в фит-лиге «Гераклеон». Это лучший из лучших в российском кроссфите и функциональном многоборье. Это как, знаете ли, НХЛ и какой-нибудь региональный дивизион. То есть вот это сегодня НХЛ или КХЛ приметно к нашей действительности, нашего российского функционального многоборья. Эти турниры сравнивают с гладиаторскими боями. Но спортсменам здесь нужно победить не столько соперника, сколько самих себя. Упражнения настолько изнуряют атлетов, что им приходится переступать через грани человеческих возможностей. Ань, что ты говоришь себе, когда силы уже закончились, а упражнения выполнять еще надо? Я стараюсь внутри улыбаться, как мне говорит мой тренер Евгений Бугачев. Вот, это помогает. Я понимаю, что это нужно только мне. И я борюсь исключительно с собой. Терпение помогло Анне Казьминой победить соперниц, которые лидировали на первых этапах соревнований. Интересный факт, 21-летняя чемпионка пришла в функциональное многоборье из легкой атлетики. Здесь все спортсмены профессионально занимаются еще и другими видами спорта. Борьбой, плаванием, пауэрлифтингом. Но не всегда специализация помогает. Так, чемпион Европы и мира по гребле на каноэ Андрей Ганин сенсационно уступил сопернику на гребном тренажере и выбыл из борьбы. Ну, это не совсем такая гребля. И проиграл я ему не в гребле, скорее всего, а больше в прыжках. У меня опять защитных прыжков, то есть я бы как бы догнал его немножко. Здесь все равны. То есть была бы гребля моя, естественно, это был бы неравный бой совсем. В итоге стали чемпионами не самые сильные в какой-либо одной дисциплине, а кто грамотно сумел распределить свои силы и одолел усталость. Так, среди девушек победила Анна Казмина, Сергей Колтовский выиграл финальную дуэль мужского противоборства. Виталий Сиротин, Александр Довашкин, LifeNews.